Заходим на обработку фунгицидом, инсектицидом за штурвалом бакит сейчас покажу как вкладываются крылья у нас обработка поля БЧК 1, тут у нас томат сегодня у нас 19 июля 2020 года так сегодня ветрено но мы добавили прилипатель фодосайд на основе растительных масел, который будет помогать не сдувать будет противостоять сдутию ветра нашего препарата сейчас увидим как плюс у нас есть крыло которое за счет воздуха прибивает к земле препарат и подает препарат также и под лист попадает видно ложится нормально тут у нас немножко вымокло вначале потому что была воды чуть не по колено так все форсунки работают хорошо нет забитых все форсунки так 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 Учленская селекция, поздний гибрид, видно, загружены кусты. И вот так выглядит поле. Есть сильное заражение по великой, но мы ничего с ней сделать не можем, нет кирпицита против нее. Несмотря ни на что, автомат завязан хорошо. А тут не талант, тут у нас Петра Росса. Талант на третьем поле. Петра Росса там от французской селекции от компании Кос. Видно томаты, они укрыты листьями хорошо. Дальше там горы. И тут массив 28 гектар. На GPS видно линия, где мы идем. И когда есть перехват, оно сигнализирует. Или когда не перехватываем, то тоже видно. Что нужно учитывать при обработке? Во-первых, идеально это обрабатывать где-то из полчетвертого-четырех до восхода солнца. Почему? Потому что растения как раз выходят уже из состояния покоя. Они, можно так сказать, отдохнули. И уже готовы полностью поглощать все с листа. Вегетировать. Дальше. Если говорить о насекомых, то, конечно, лучше делать обработку вечером, когда еще насекомые... Когда солнце уже садится или зашло, а насекомые еще активно кушают. По питанию, конечно, тоже лучше делать это дело утром. Но если площадя большие, то приходится работать с вечера до утра. По обработкам надо учитывать, если у вас нет вот такого крыла, как у нас, то надо учитывать также скорость ветра и стараться, чтобы не обрабатывать ездить скорость ветра больше 5 км в секунду. Вообще идеально, чтобы 3 км в секунду не больше 3 км в секунду. Прилипатели. Такие, как Кодосайз, которые также способствуют тому, что капля падала ровно и быстро. Они способствуют лучшему накрытию и тому, что препарат с листа не скапывает. Есть специальные препараты, которые именно вот только для того, чтобы не сдувало ветром утяжеление капли идет. Хорошо также действует препарат крипасам, который органически он работает не только как прилипатель, но и сохраняет влагу. А также есть и частично питанием для растений, потому что он из полисахаридов. Видим там второй трактор, который идет обрабатывает. Заходит, наряд идет напротив. Можно также, чтобы трактора ходили пока не сомкнутся ряды. Меняли свою локацию и не ходили постоянно по одному ряду для того, чтобы не выбивать поле. И когда уже ряды смыкаются, то должны ходить только по одному ряду, чтобы повреждать минимум наши растения только в одном ряду. Если не сильно заливается, то тогда земля не продавливается, нет колеи, то можно ставить узкий ход. Но, как показывает практика, у нас схема метр пятьдесят в бассе автомата. И бывают вот такие места, где прорыв какой-то заливается. И если мы идем на узком ходу, то образуется колея. И она разбивается все больше и больше. И потом проблема идет в том, что трактор может встрять или забуксовать. Или наехать уже потом на томаты. Также вот высота томатов большая и трактор низкий уже идет в подбивание и травмирование частичное вот этого ряда. Но ничего не поделаешь, все равно надо обработку делать. Соответственно, из-за этого лучше все-таки самоходные обрыскиватели, которые заточены на ход обрыскивания. Узкая резина. Вот. Самый хороший. Самый лучший это самоходный. По интернету видел она тоже. Надо такие покупать. По матам тоже хорошо. Водителю вообще лучше. Водителю удобнее. А какие еще сложности есть, если брать по опрыскиванию ночью? Ночью. Ночью сложности это нет в основном. В основном вот эти. Когда томаты вырастают до нужных размеров. Вот тогда. Задеваешься, стараешься, но не хочется. Но все равно иногда получается. Человеческий фактор ездит все равно. Да. А лейфлеты мешают проездам? Нет, нет, нет. Не мешают. Не мешают. Раньше, когда был полив и проезд. Тогда мешало. Сейчас в этом году. Отрывало. По поливу, по рейфлетам отлично. Проблем нету. Надо, чтобы была скоординированная работа поливщиков и обрызгивателей. Да, 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 да. Механизатор. Обрызгиватели. Все, все, все. Потому что когда поливы не согласованы, то тогда заливает сильно и трактор упсует сильно. Да, да. Пушует, застревает, помидоры, томаты убивает. Ну, такой труд не хочется убивать. Уже это, считаю, урожай уже. Иди. Не охота. А вы работали на обрызгивателях и отечественных, российских? Да, 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 да. Пробовали. Насколько комфортнее итальянскими работать и отечественными? В итальянском работать 90% лучше. Намного лучше, да? Тут компьютеризированно, во-первых. Удобно видно, да. Сколько расход, чего, где едешь, где прикрываешь, где не прикрываешь, все хорошо видно. А на советских такого нет. А как вы ориентируетесь, на какой ряд зайти, если навигатор был выключен? Вы считаете, да? Считаем, да. Длину, например, получается 6 рядов. Получается 12 рядов считаем. 12 рядов. 6 рядов обрызгиваю. Уже обрызганный. 6 рядов еще не обрызганный. Угу. Заходишь на 6, получается как раз прикрываешь. А вот работа с гидрантами, вот у нас гидранты по центру поля. Тоже как вы смотрите за ними, чтобы не ударить, да, поднимаете? Да, 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 да. Часть гидранта поднимает, да. Когда прикрываем трубу, гидранты, надо будет где гидрант доезжаешь, поднимать и опускать. Угу. Удобно. Ну, в этом году лучше, самый лучший по гидросистеме. Угу. Угу. Я лично сам доволен. Ха-ха-ха. Чем в прошлом году. Ну, отлично. В прошлом году мы учились. для этого и работаем каждый год что лучше было так вот видно что навигатор показывает нам окончании там показывает количество гектар расход литров на гектар у нас 400 литров на гектар километр сколько километров скорость километров но и уже сколько литров ушло здесь он на тюблорогам развороты а рыки ну мы хотим их заравнивать просто соседи не всегда соседи не нужно до боли ну на следующий год мы вот здесь еще это поле разровняем еще больше в этом году сожгли сорняки чтоб не было и будет больше для маневров место эти руки засыпем на прескиватель дорогой сломать его дорого получается так что ломается вот если брать для производителей бергамы если вы смотрите то вот тросик обрывается время от времени надо калибровать и второе что был у нас клапан это уже сколько три года опросивателем за три года вот клапан у нас на гидросистеме который крутит вентилятор вышел из строя меняли а так в принципе нормально если нет рыкал ничего то раму рама не трескает ничего все нормально классно что есть смешиватель вот смешивая льны бачок куда химия подается удобно смешивается хорошо и еще что важно при обработке это подбирать форсунки на разные типы препаратов мы к этому еще к сожалению не дошли но придем я думаю что уже у нас форсунки поднашивается и мы будем просить наших поставщиков приобрести у них приобрести у них форсунки под каждый вид препаратов но че шакалов не видно не вне бегают виду бояться техники а так если брать то прогрызают капли в шоколаду здесь бегают и плачут как малые дети тоже звук такой пугают наших старших полей и охрану гоняя джути ветер стих и нормально обрабатывать так техника у нас 82 беларусь и тракторный завод ну да сбок на следующий год у нас уже будут джангиры работать переходить на что-то лучше так вот тут тоже видно то что некоторые растения хуже вот это места или где песок или где наоборот глина из-за стой воды это растения которые позамокали больше сбор будет комбайном комбайном Гуареси и в этом году еще будет комбайн МТС будем пробовать как что пакет будет так же на комбайне работать в том году тоже работал так вы на МТСе будете или на не на своем старом на старом да ну что по комбайну скажете насколько эта техника сложная и не сложная какие есть нюансы по комбайну автоматам там сложного ничего нет тоже хорошая техника единственное чем минус кабины нет для водителя удобства нет да а так в основном на тех вход на это кабина до Гуареси стоит где-то в районе 10-15 тысяч евро до этого не взяли но победили руководством уже на те комбайны которые будем брать то брать все таки кабину потому что во первых бывает работаем когда морозит дождь ветер, пыль ветер, пыль потом холодно ночью когда ночью работаешь ноги мы в этом году модифицируете так чтобы под Киргиз Киргизпром постараемся порт стекло чтобы не было ноги хотя бы половинку чтобы удобнее было работать ну так да комбайн хороший ну и так если брать то по комбайну что больше всего это пальцы их подвариваем электродами как они называются сармай 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 подваривается меняется местами там пальцы потом если сильно газовать то забивается бывает в этом году поставим еще пальцы которые будут отбивать да грязь ну и дозаривание и диссекация они тоже помогают да 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 легче убирать тамат и агроном спасибо в этом году нормально думаю уборка будет комбайна не сложнее потому что из-за сорняков сорняков меньше да нету почти считаю по сравнению с прошлым годом это заслуга агронома не агронома больше а больше хозяина который ну выделил деньги на то чтоб два раза пройтись вручную прополоть ну и гербициды тоже конечно отработали уже потому что так на следующий год планируем что еще лучше будет потому что будет рассада рассада и будем легче бороться с сорняками вот так так Бакыт расскажите вообще как семья смотрит на то что вы ночами пропадаете каждую ночь обработки в основном семье хлеб чтобы заработать дома чтобы сыто было довольство было а так работать главное все ну тут что сказать что эта работа чуть-чуть вредная потому что химия но и зарплата компенсирует неудобно да 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 компенсация есть плюс плюс мы так планируем чтоб ну эти опрыскиватели которые три тонны то было 80 максимум 110 гектар в день чтоб отдыхали больше нагрузки да и время от времени делаем выходные да делали выходные чтоб отдохнули отдохнули механизаторы ну и так же по правилам безопасности стараются соблюдать по максимуму не дышать этой химией молоко кефир пьете обязательно без этого сам уже захочешь ну и так же препараты на основе расторопши желательно принимать есть на основе сои препараты гепопротекторы артишок тоже есть настойки на основе артишока вот эти препараты тоже желательно принимать так сейчас самат у нас едет напротив нас сейчас сажу так он обрабатывает вот идет плавно так ну еще если говорить о попрыскивателях все таки для нашего хозяйства трехтонные за счет того что идет полив и обработки то они немножко тяжелые и было принято решение что если брать то брать двухтонники они более легкие не так проваливаются легче для почвы и для трактора так вот мы видим как у нас идет перекрытие так все нормально так вот так если какие то вопросы возникают пишите задавайте зададим вопросы нашим специалистам подписывайтесь на youtube канал ставьте лайки или дизлайки что не понравилось пишите так делитесь своим опытом может какие то нюансы которые вы может подскажете нам какие опрыскиватели у вас и их преимущества и недостатки все всем пока до свидания до свидания